Армения удивительная древняя страна если кому-то посчастливилось побывать там хоть один раз впечатление и приятных воспоминаний останется на всю жизнь армения славится необычайной красоты пейзажной природы с горными вершинами арарата добрыми людьми национальной кухней самыми вкусными в мире абрикосами и интересными традициями но есть еще одна достопримечательность которой армянский народ относится с особым уважением и любовью музыкального инструмента дудука его называют инструментом с душой абрикосового дерева история армянского народа армения и дудук неотделимы друг от друга а еще армянский музыкальный дудук является одним из символов армянского народа все важные события в жизни народа свадьбы похороны различные торжества и государственные праздники сопровождаются похожим на молитву звуком этого уникального инструмента сегодня в моем канале джан зитун я вам расскажу много интересных фактов об этом музыкальном инструменте но сделать видео ролик про армянского музыкального инструмента дудука идея принадлежала моего уважаемого друга дмитрий стоиков на мой взгляд из очень красивого города череповица расстояние этого красивого города от москвы и от санкт-петербурга 500 километров а познакомились мы вместе в 2019 году когда отдыхали в крыме и Продолжение следует... А теперь много интересных фактов про армянского музыкального инструмента дудука. Поехали! Армянский дудук делают только из абрикосового дерева определенного сорта, который растет только в Армении. Климат Армении способствует росту абрикосового дерева нужного сорта. Не случайно абрикос на латыни пронус армениака, то есть армянская слива. Великие армянские мастера экспериментировали и пробовали применять другие виды древесины. Так, например, дудук строгали из сливы, груши, яблоки, и из ореха. Но только абрикос давал неповторимый бархатистый звук, характерный для дудука. Также из абрикоса изготавливают и другие духовые музыкальные инструменты, как шви и зурна. Признанным королем, дудука по сей день является великий варпит Вачи Афсипян. По сей день Вачи Афсипян является величайшим дудукистом 20-го столетия. Прошло уже 37 лет как не стало великого маэстро, но никто до сих пор не превзошел варпита в его виртуозной игре на дудуке. Игрой Вачи Афсипяна восхищались во всем мире. Если вы хотите услышать настоящий голос дудука, слушайте Вачи Афсипяна. Когда появился дудук и кто первым вырезал инструмент из абрикосового дерева, сейчас точно сказать никто не может. Но то что он существует с давних времен, с этим никто не спорит. Еще в древних рукописях государства Урарту, существовавшем в третьем тысячелетии до нашей эры на территории, которая сейчас частично принадлежит Армении, историки нашли сведения об инструменте чрезвычайно похожем на дудук. Затем инструмент вновь косвенно упоминается в старинных источниках первого тысячелетия до Рождества Христова, времен царствования правителя Тиграна Великого. И лишь армянский историк Масес Харинацы, живший в пятом веке нашей эры, дает более достоверные сведения об инструменте, называя его циранопахом, то есть трубкой из абрикосового дерева. Всемирно известный армянский композитор Арам Хачатрян признался, что из музыкальных инструментов только лишь дудук может заставить его плакать. Раньше человека, играющего на дудуке, не принимали всерьез и презрительно называли «зурначи». Даже некоторые семьи отказывались выдавать своих дочерей за зурначи, так как считали его несерьезным и несостоятельным человеком. Сегодня отношение к дудуку кардинально изменилось. У многих людей звук дудука ассоциируется только с печалью. Существует стереотип, что на дудуке исполняют только грустные мелодии. На самом деле, на дудуке можно играть все что угодно, в том числе очень веселые и радостные произведения. Дудук сопровождает праздничные церемонии, свадьбы и дни рождения. Немалый вклад в популяризацию инструмента и признание дудука на мировом уровне сделал внук всемирно известный музыкант дудукист Дживан Гаспарян. В наши дни дудук становится неотъемлемым участником таких музыкальных направлений, как блюз, джаз, рок, рок-н-ролл, поп-музыка, классика. Большинство людей знает про дудук из фильма Ридли Скотта, Гладиата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Однако вы будете удивлены, узнав, что фильм «Гладиатор по сборам» оказался провальным в кинопрокате. Однако он по-прежнему остается фильмом, который познакомил зрителя с удивительным миром дудука в исполнении Дживана Гаспаряна, прославившего народный армянский инструмент во всем мире. Но если вы думаете, что звук дудука вы услышите только в фильме «Гладиатор» вы ошибаетесь. Кинорежиссеры из Голливуда с большим интересом относятся к животрепещущему голосу дудука, включая его звук в музыкальное сопровождение своих фильмов. Звук дудука вы можете еще и услышать из голливудских фильмов, например, «Последнее искушение Христа», «Мюнхен», «Страсти Христовы», «Кот да Винчи», «Пепел и снег», «Онегин», «Сириана», «Ворон», «Александр», «Халп», «Зена», «Королева воинов», «Арарат», «Игра престолов», и это только небольшой перечень из 60 известных кинофильмов, саундрики которых украшены звуком дудука. Испокон веков дудук в Армении считался исключительно мужским инструментом. Однако первой женщиной, дудукисткой, нарушившей этот стереотип, стала лауреат Всесоюзного музыкального фестиваля Армении Симонян. Международная организация ЮНЕСКО в 2005 году музыка, исполняемую на армянском дудуке, признала шедевром нематериального культурного наследия человечества. А в 2006 году в Москве, в Шимиловском переуке, был установлен памятник армянскому дудуку. Памятник, символизирующий неразрывность поколений и верность национальным традициям, называется «Песня Родины». В феврале 2015 года состоялось уникальное историческое событие в истории российской оперы. 18, 19, 21 и 22 февраля 2015 года, в Москве в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко состоялась премьера оперы «Хованщина», в которой, впервые в истории российской оперы, зазвучал голос армянского дудука в исполнении известного московского дудукиста Аганеса Казаряна. Это событие является знаковым в истории российской оперы и было освещено в СМИ. Ну а в конце я вам расскажу маленькую смешную историю про дудука. В Армении когда-то была юморная программа, которая называлась «Клюк 32 зуба». Однажды в эту программу пришел гости известный не только в Армении, но еще и в других странах армянский дудукист, Камос Айран Ян. Во время этого пришел еще один молодой парень по имени Георгий, и сказал, что он может ртом делать звуки дудука. Ну и что тут такого? Это очень легко и многие могут. Видите натянутые губы? Вот таким вот образом, многие могут делать звуки дудука. Но этот парень сказал, что он делает звуки дудука не просто губами, а это звук выходит у него из горла. Да-да, вы правильно и слышали. Прямо из горла. Сначала не принимали это всерьез и не поверили. Но когда они начались сыграть дуэта, сыграли армянская народная музыка. Песня Пепа. И что случилось дальше, смотрите сами. Итак номер называется, кто играет в инструменте, от кого выходит звук. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok